И как в прошлый раз уже Леон говорил, напоминал, что мы с Нового года, который еврейский, когда перемотали Тору и начали читать ее заново, и недельные главы стали считаться заново, то что мы сделали, мы также разбили Новый Завет на 54 части, на 52 можно так сказать, потому что две части читаются вместе, чтобы была своего рода тоже недельная глава по Новому Завету, и мы могли его весь пройти. И название мы не дали, как в недельных главах, но может быть и даже стоит. И сегодня я хочу прочитать вот эти вот стихи, которые в 16 главе от Евангелия от Матфея, и я назвал это «Знамение Ионы». Давайте откроем, 16 глава от Матфея. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения Иона Пророка, и оставив их, отошел. Потом они плывут на лодке, и в 13 стихе дальше написано, придя же в страны Кесарии Филипповой, Ишуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илю, иные за Иеремею, или за одного из пророков. Он им говорит, а вы за кого почитаете меня? Шимон же Петр, отвечая, сказал, ты Машиах, сын Бога Живого. Тогда Ишуа сказал ему ответ, блажен ты Шимон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И вот эти вот вещи, когда Ишуа спрашивает, за кого вы почитаете меня, они также связаны с теми знамениями, про которые он говорил, то есть про которые мы читаем перед этим. Он говорит, вы умеете различать лица земли, вы знаете, что происходит. Люди смотрели вечером, говорили, видели небо багровое, красное, говорили, значит завтра будет не очень, наверное, хорошая погода. Но, он говорит, но другие времена, те свидетельства, те пророчества, которые были, почему-то вы не видите. Он говорит, не даст вам другого знамения. Почему он об этом говорит и как это связано с теми местами, когда он спрашивает, за кого вы почитаете меня? Мы знаем, мы уже сейчас находимся в 16 главе книги Матфея, и уже очень много событий произошло до этого времени, до этого разговора с фарисеями. То есть уже много всего они видели, какие-то чудеса, исцеления, еще какие-то знамения. Но почему-то, несмотря на это, они еще раз просят, покажи нам, покажи нам что-то особенное, знамения с неба. И знаете, очень часто мы иногда также смотрим на Бога. Мы хотим в нашей жизни увидеть что-то особенное, что-то сверхъестественное. Не зря написано, что иудеи, они ищут чудеса, а елены мудрости. Евреи всегда искали чудеса, что-то сверхъестественного. И я просто хочу, чтобы мы могли вот это вот немного перенести на нашу жизнь. Мы живем в повседневной нашей жизни. И он называет Ишуа фарисеев. Это можно даже как бы к нам чуть-чуть обратить. Он говорит, рот лукавый, прелюбодейный ищет знамения. Он говорит, вы живете и вы хотите увидеть что-то сверхъестественного. Вы немного запутаны. Почему? Потому что Бог, он не только Бог сверхъестественных вещей. Он говорит, но он являет себя каждый день в вашей жизни. Он говорит, уже много всего вы увидели, но вы почему-то никак не открываете свои сердца. В нашей жизни каждый из нас часто видит, часто происходят с ним вот эти вот знамения, как Бог себя являет. Но мы, несмотря на то, что мы их видим, мы не хотим увидеть. Есть такие места в Писании, говорят, вы будете видеть и не увидите. Бог вокруг нас часто все творит, часто производит какие-то знамения, может быть они не такие уж великие, в повседневной нашей жизни. Но мы намеренно не хотим их замечать. Иногда мы можем обозвать это ситуацией, которая вдруг так получилась, что-то случайностью. Какие-то обстоятельства вдруг к этому подыграли. Но мы не хотим увидеть Божью руку. Вот такие вот вещи происходили с фарисеями. Я думаю, до сих пор происходят со многими людьми. Потому что Бог, Он да, показывает что-то каждый день в нашей жизни. И поэтому я просто хочу ободрить вас и призвать вас к тому, чтобы каждый из нас, Он научился обращать внимание. Не искать только сверхъестественного. Не искать, что вдруг река потечет в другом направлении, или река превратится в кровь. Не искать те чудеса, которые были, когда-то происходили в Египте, или в других местах. Не искать только того, что человек воскреснет, и тогда я поверю. Или у кого-то, у кого нет ноги, она вырастет, и тогда я поверю. Бог говорит, я и так, да, делаю достаточно всего в вашей жизни, чтобы вы могли обратиться и поверить. Поэтому давайте просто научимся обращать внимание на то, что творится вокруг нас. Обращать внимание, если мы посмотрим назад, мы на самом деле можем много всего увидеть в нашей жизни. Мы можем увидеть, как Бог вел нас, очень аккуратно и красиво. Как Он нас поддерживал в определенных ситуациях. Это можно увидеть, если ты захочешь это увидеть. Он говорит, ну если ты будешь лукавый, если ты будешь обманывать самого себя, то ты не увидишь ничего. А Он называет, говорит, твой род прелюбодейный. Это те, которые решили пойти вслед своих желаний. Решили это двинуться от Бога. Он говорит, такой человек, он ничего не увидит, сколько бы я ему не показывал. Поэтому просто научиться видеть, как Бог нас вел. И это можно сделать, если ты посмотришь назад. Если ты посмотришь на свое прошлое. Если ты начнешь анализировать свою жизнь, которую ты прожил уже до сегодняшнего момента. И я гарантирую вам, вы увидите, если вы захотите увидеть. Если вы откроете ваши глаза и уши, вы сможете это сделать. Но я хочу вернуться опять-таки к другим вещам. Чего же все-таки они еще не видели? Ишу разговаривал с фарисеями. Раньше логика того времени отличалась от того, как сегодня у нас, среди особенно русскоговорящих. Или те, которые в Германии живут, или в Америке, или на Украине, или в России. Не важно. Фарисеи всегда мыслили немного по-другому. И вот в то время было такое понимание, что чудеса разделялись на две группы. Были чудеса, которые мог являть человек помазанный, особенно определенный. Это могли быть чудеса сверхъестественные, которые обычный человек не мог сделать. Но были чудеса такие, которые относились только к Мессии. Только Мессия, тот Машех, которого ждал еврейский народ, мог их творить. И если он их делал, то он обязан был являться Машехом. О чем шла речь? Какие это были чудеса? Это не просто за кого-то помолиться, и он исцелился. Сегодня есть много таких людей. И раньше было много таких людей. Было много чудес, которые делали пророки. Но почему-то никогда они не считались Мессией. Но были определенные вещи, которые должен был делать только Машех. Первое из них это исцеление прокаженного. С тех времен, когда Муше получил Тору на горе Синай, не было ни одного исцеления. Еврея, который был прокаженный и исцелился. Ни одного. Несмотря на то, что у людей, у священников были определенные заповеди, как они должны были поступить, когда прокаженный исцеляется. Что он должен был пройти. Таких случаев не было в истории. И поэтому вот это вот исцеление прокаженного, оно было чем-то очень удивительным. Чем-то особенным, что мог сделать только Машех. Да, мы знаем, что когда-то пророк, он взял и исцелил Неймана. Он исцелился от своей проказы. Но Нейман, он не был евреем. И вот этот вот случай, он не относился к тому пониманию, к фарисейскому, которое было по поводу Мессии. И вот о таком случае вдруг мы видим среди евреев в то время, когда Ишуа ходил и проповедовал. Исцеление прокаженного. Написано в Луке, в пятой главе, когда к нему пришел человек. Он был весь в проказе. Он говорит, вытяни руку свою. И у него рука исцелилась. Он исцелился. И тогда он ему говорит, иди, сходи и очистись. Иди, принеси дар священнику. Расскажи о том, что с тобой произошло. И это очень интересный момент. Это было очень сильное свидетельство. Представляете, приходит прокаженный, которого все знали. Который боялся приблизиться к людям. И вот он исцелился. Это было что-то сверхъестественное. Когда он приходит к священникам и говорит, вот он я. Они говорят, вау, это первый случай в нашей жизни. Они даже где-то были в замешательстве, потому что даже не совсем понимали, что же им нужно делать. Они начинали вспоминать ту практику, которую должны были произвести с человеком, который исцелился от проказа. Потому что они за многие годы, столетия прошли, но они никогда этого не делали, потому что это никогда не случалось. И Ишуа не зря послал его и говорит, иди, потому что так заповедано. И то, что ты сделаешь, то, что ты приходишь, то, что ты исцелен, это будет свидетельством большим для многих. И вот тот приходит и рассказывает, что он исцелился. И с ним что-то производят. Когда еврейский народ должен был встретиться хоть одним из таких чудес, которые относились только к Мессии, то должны были собраться Синедриол, должны были собраться все мудрецы, все старейшины, чтобы начать производить расследование. Как это так? Кто такое смог совершить? Кто этот человек? И они собирали организацию небольшую и посылали эту организацию, чтобы она наблюдала за жизнью этого человека. Что он говорит, что он делает, что он проповедует. Насколько его проповедь, она состыковывается вообще с верой единого Бога. И вот эта вот организация, которую посылали, они не имели права ни спрашивать ничего, ни задавать вопросы, а просто слушать и наблюдать. После этого эта организация возвращалась и рассказывала, что происходит. И если вдруг эти чудеса еще продолжались, то они посылали другую, новую организацию, которая уже приходила и начинала спрашивать, начинала исследовать, давить, задавать вопросы, чтобы понять, что же это, как же это, откуда эта сила берется. И вот первое чудо, которое Ишуа делает, которое мессианское чудо, это исцеление прокаженного. Но на этом ничего не заканчивается. Он идет дальше. И в промеж своих чудес, которые он делал, был один случай, когда принесли больного. Помните, отпустили его через крышу, у которой не мог ходить. Ноги у него не двигались. И Ишу говорит такую вещь. Прощаются тебе грехи твои. Все фарисеи были в шоке. Он говорит, как так? Кто он такой? Как он посмел такое говорить? Ведь только один Бог может прощать грехи. Все знали, что ни один человек не может прощать грехов. У него нет такой власти. Но только Бог. Ишу заявляет и говорит, прощаются тебе грехи твои. Их же он спрашивает. Как вы думаете? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои? Или сказать встань и ходи? Конечно, легко сказать прощаются тебе грехи. Кто может это доказать? Если я кому-то скажу, так никто не докажет, простились или не простились. Только Бог знает. Он говорит, конечно, легко сказать. Но вот попробуй возьми вот этого человека, который больной, и исцели его. Это намного тяжелее. Потому что здесь должно быть что-то произойти. Ты должен это увидеть своими глазами. Твоим словам должно быть подтверждение. И он в тот час же говорит, прощаются тебе грехи. Встань и ходи. Во свидетельство того, что грехи твои прощены тебе. И вот он встает. Он берет свою постель и начинает двигаться. Это было что-то невероятное. Потому что свои слова о прощении грехов, он вдруг подтверждает это делом. Фарисеи входят еще в большую депрессию. Они не понимают, что происходит. С одной стороны, они где-то начинают быть озлоблены. Потому что как же так? Он не имеет права. Но с другой стороны, он берет и делает это исцеление. Он говорит, как такое может быть? И они входят еще в большее замешательство с одной стороны. Но с другой стороны, они начинают еще больше проявлять каких-то усилий, чтобы исследовать, расспросить Ешуа. И мы знаем, что не один раз они посылали к нему и лукавых людей, и таких людей, чтобы пообщаться с ним и понять, как он мыслит, задавая ему разные вопросы. Следующий момент, то, что происходит дальше, но и там еще все не кончается. Мессианское чудо. Или то чудо, которое относится только к Мессии, это исцеление слепорожденного человека. То есть не было такого, чтобы человек родился слепой, и он был исцелен. Такого не бывало. Если человек ослеп где-то в своей жизни, были многие люди, которые приходили, молились и глаза открывались. Это не являлось мессианским чудом. Но чтобы кто-то, кто родился слепой, вдруг через 10 лет, или 40 лет, или через 50 лет, за то, что за него помолились, стал видеть, такого не было никогда. И вот исцеление слепорожденного, это относилось к мессианскому чуду. Только Мессия мог сделать что-то подобное. И вот есть очень интересная история, которая написана в Иоанне, в 9 главе. Идут ученики с Ешуа, и видят, написано, слепого человека, который родился таким. Как только родился, он уже был слепым. И они задают очень странный вопрос. Я часто над ним размышлял и никогда не находил ответа. Они ему говорят, скажи, кто согрешил, он или его родители, за то, что он родился слепым? Как он мог согрешить, если он родился слепым? Многие люди ломают над этим голову, иногда берут это и обращают в ту сферу о реинкарнации, о переселении души. И говорят, вот, наверное, в прошлой жизни он что-то нехорошее сделал, и поэтому сейчас он родился слепым. Но на самом деле, ответ он очень простой. Мы просто, многие из нас, когда читаем это, мы не понимаем фарисейского мышления. Мы не понимаем того еврейского мышления в то время. В иудаизме есть такое понимание, ецерара или ецератов, доброе начало или злое начало. И вот когда ребенок находится в утробе матери, когда он находится в животе, по согласно иудаизму, в нем уже находится доброе начало и злое начало. И если вдруг, пока он еще там находится в животе, злое начало начинает одолевать, то что ецерара, что-то злое начинает одолевать и преобладать, то ребенок начинает сильно биться. Помните такую историю, например, когда родился Ицхак и Исав, когда они еще были в утробе, то написано, зашевелились младенцы у нее, и она пошла вопросить Господа, кто же у нее будет. Она не знала, что у него двое. А есть медроши, которые говорят, что когда вдруг ревка проходила рядом с бейт-медрашем, то есть где учат и изучают Тору, то вдруг начинал в животе биться один ребенок. Когда она проходила в другом месте, начинал в животе биться другой ребенок. То есть это всего лишь история, это выдумка, но она показывает вот эту вот мысль фарисейскую, что есть внутри у человека что-то доброе и что-то злое, уже там, когда он находится в утробе матери. И поэтому они говорят, вот этот вот ребенок, который рождается слепым, может быть он согрешил в утробе матери, это значит, что преобладало ли вот это вот ецерара, вот это вот злое начало в нем уже тогда, и показывал ли он это уже, или просто это за грехи родителей. Ишуа говорит, и ни то, и ни другое, ни он не согрешил, ни родители не согрешили, но для того, чтобы явилась слава Божья. Кто из вас может вспомнить, как часто Ишуа говорил такие слова? Когда он говорил вот об определенных моментах такие слова, для того, чтобы явилась слава Божья. Кто-то помнит еще подобные места? Нет? Это происходило еще с воскресением Лазария. Мы об этом тоже поговорим. Он говорит, для того, чтобы явилась слава Божья. Какая слава? Та слава, которая доказывает, если этот человек будет исцелен, это доказывает мессианство Ишуа. О том, что он является Машихом. О том, что он обладает особенной силой, которая не просто, как даже у помазанного или избранного человека, но что-то большее, что-то особенное. Он уже исцелил прокаженного. Он показал власть, что он может прощать грехи. И вот он молится за этого человека. И делает ему брение земли, помазывает ему глаза. И говорит, иди в купальну Силуам. Если вы посмотрите в Писании, когда было вот это вот чудо, это было во время праздника Суккот. Именно в этот праздник весь Иерусалим был забитый. Именно в этот праздник священники подходили в эту купальну, зачерпывали оттуда воду и несли ее на жертвенник, чтобы возливать. Там было тысячи людей. Я не уверен, насколько можно было реально туда пробраться. Но там было много свидетелей. И Ишу ему говорит, возьми и пойди туда. И засвидетельствована будет то, что с тобой происходит. И вот он приходит туда, пробирается каким-то образом, прикладывая вот эти усилия. Слепой человек идет в толпе со своей палочкой, умывается и вдруг начинает первый раз видеть в своей жизни. И написано, что многие смотрели на него и говорили, вау, не тот ли это тот, который родился слепым? Многие говорили, да, это он, а другие говорили, нет, похож на него. То есть это было великое чудо, которое произошло во время праздника. И было множество свидетельств этому. И все священники были там и видели это. И тогда они попадают в такое положение. Вот оно явное чудо. Вот оно чудо, которое свидетельствует, что тот человек, который это сделал, является чем-то больше, чем просто человек. И они призывают этого человека и начинают расспрашивать его. Призывают его родителей. Вы можете почитать, почитайте эту главу дома. Насколько тщательно происходит вот этот вот расспрос. Так как я уже говорил, если фарисеи видели чудо, необычное, которое было подвластно только Мессии, они должны были все подробно расспросить и узнать и провести исследование. И вот они говорят этому человеку, его родителям, говорят, это ваш сын? Они говорят, конечно, наш. Они говорят, а как же он видит сейчас? Правду ли он родился слепым? Они говорят, да, родился, а как видит, не знаю. В то время они уже вывели такой указ, что если кто-то признавал Ишуа Мессией, почему он его признавал? По его делам, которые он совершил, по тем мессианским чудесам, которые он совершил, такой человек должен был быть отключен от синагоги. Родители боялись вот этого слепого рожденного. Они боялись, что будут отключены. Говорят, мы не знаем, идите его спросите. Он сам уже способен за себя говорить. И призывают его, и расспрашивают его. И он говорит, я не знаю, как тот человек выглядит, не знаю, где он, почему не знает, потому что он ничего раньше не видел. Но единственное, я знаю, что он меня исцелил, и теперь я сейчас вижу. Фарисеи пытались убедить его, что это все неправда, что это ложь. Что не нужно верить в Ишуа, не нужно признавать его мессией. Но даже этот слепой, который был, он говорит, я не знаю, грешник он или нет, но знаю одно, меня он исцелил. И теперь я вижу. Он сделал что-то очень особенное. И вот это вот являлось сильным свидетельством для всего народа. И сильным свидетельством для всех фарисеев. И вот несмотря на это, они говорят, покажи нам знамение, покажи нам, еще говорит, хевры, друзья, сколько вам можно показывать. Я уже вам явно всего явил. Я уже вам показал то, чего вы все время ожидали, но вы никак не довольны. И говорит, не будет вам больше других свидетельств, кроме одного. Свидетельство Ионы. И вот это вот свидетельство, оно будет для вас самым сильным. Я вам уже показал мессианские свидетельства, но вы все равно не хотите их принять. Говорит, у вас проблема в сердце. Вы род прелюбодейный, потому что вы ищете только своего. И закрываете глаза на то, что Бог вам являет явно. И несколько недель назад Леон немножко говорил на эту тему, про то, что хула на Духа Святого. Помнит кто-то? Немного Леон говорил про это. Хула на Духа Святого это когда человек отвергает что-то явное. Что-то настолько явное, которое не может быть никак опровергнуто. И он говорит, я вам уже все показал, но вы до сих пор отвергаете. Вы сейчас тем самым Бога оскорбляете. Потому что те явные вещи, которые я вам показал, вы не хотите их принять. Но все-таки будет вам еще одно свидетельство. Свидетельство и знамение Ионы. И вот это вот знамение я хочу разделить на три части. Первое из них, Ишуа говорит, что как Иона был в отчлеве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет находиться в земле три дня и три ночи. Но не только на три дня и на три ночи нужно обращать внимание, мы по этому поговорим. Но вот Ишуа с одной стороны, и все когда думают об этом пророчестве, сразу же переводят его на самого Мессию, на самого Ишуа. Что он будет три дня и три ночи в земле. И это нормально, это правильно. Но перед этим Ишуа показывает им еще одно знамение, которое похоже на знамение Ионы. Это воскрешение Лазера. Если вы посмотрите, Лазер, он заболел. И вот сестры посылают послание, как говорят, приди, чтобы ты помолился за него и чтобы он был исцелен. Приди, пока еще есть время, пока он не умер, приди и помоги нам. Ну Ишуа говорит, нет, пока не приду, рано еще. И он продолжает проводить время со своими учениками, пока Лазер не умирает. И он это делает намеренно. И только потом он говорит, давайте пойдем, потому что уснул брат наш, и мы хотим прийти и помочь. И вот они приходят на четвертый день. То есть прошло три дня, уже прошло три ночи, и он, несмотря на это, приходит туда. И когда он начинает разговаривать с сестрами с Лазеря, говорит, где ваш брат, пойдемте, покажите мне. Он говорит, они ему говорят, Господь, уже не стоит. Мы знаем, что да, он воскреснет, но это будет только в будущей жизни. А сейчас уже все, уже потеряно все. Что мы уже можем сделать? Он уже три дня там закап, он там лежит в этой пещере, уже тело его разлагается. Почему это было важно? Почему Ишуа ждал именно три дня, и только на четвертый он пошел? Потому что, и он также там сказал, говорит, что здесь будет явлена сила Божья. Потому что в фарисейском понимании, в иудаизме, есть такое понимание, что душа человека, даже если тело умерло, находится рядом с телом, летает еще, находится в этом мире в течение трех дней, в течение трех ночей. Но после этого она уходит уже на небо, и никакое воскресенье невозможно. В течение трех дней человек еще может ожить. Может быть даже какой-то помазанный помолится за него, и он восстанет в течение трех дней. Но если пройдет хоть на одну минуту больше, это невозможно. И вот он приходит именно на четвертый день, когда три дня и три ночи уже полностью пришли, и он показывает им особенное чудо. Он говорит, Лазарь, выходи. И тот выходит. Он говорит, это для вас, чтобы была явлена сила, которая доказывает, что только Машиах может это сделать. И он говорит, я есть воскресенье и жизнь. Он показывает свою силу, которая дана ему от отца, что он может воскрешать не только в течение трех дней, не только в течение четырех дней, но тогда, когда ему угодно. И вот это вот воскресенье, оно произошло не только с Лазарем, но и с каждым, кто идет и следует за Ишуа. Он показывает им еще одно чудо, которое фарисеи уже никак не могли опровергнуть. И когда они узнали об этом, они говорят, убить его. И выдвигают для Ишуа смертный приговор. Они не хотели принять те явные чудеса, которые были явлены Господом. Они не хотели принять Машиаха своего, которого Господь послал для них. Но и это еще не все. Теперь Ишуа обращает и показывает, что Иона, он прообраз самого Мессии. Что же было особенного у Ионы? Что же он такого сделал? Если мы читаем про Иону, Господь посылает его в Неневию, в город, который был идолопоклонником, где все люди поклонялись идолам, а еще они были врагами Израиля. Это одна из причин, почему Иона начинает убегать. Может быть не все о этом знают, но я думаю в нашем собрании многие уже об этом знают. Почему Иона не пошел исполнить Божью волю? Иона, в первую очередь, он жил в тех же местах, где ходил Ишуа. Он жил в районе Твери и Нацерета. Это как раз была та местность, где Ишуа ходил и проповедовал, где сам возрастал. И вот Бог его посылает, иди, говорит, в Неневию, иди в город, который поклоняется идолам, которые отступили от меня. Иди проповедуем, чтобы покаялись. Посмотрите, как это просто сходится с тем, что заповедует Господь, Мессии. Прийти в этот мир, в котором нету ничего хорошего, который отвратился от Бога. И все люди, каждый пошли по своему дороге. И вот приходит Машиа, чтобы проповедовать и нести Божье спасение. Написано, что сам Иона был свидетельством, был знаменем для Неневии. То есть не то, что он был в Ките там три дня и три ночи, об этом тоже поговорим. Но само его пришествие туда для них уже являлось знаменем. То есть представьте, еврей приходит в такой город, где его ненавидят, где готовы убить любого еврея. Это как сегодня, не знаю, какой-нибудь христианин придет в мусульманскую страну и начнет проповедовать. Покайтесь, ребята, конец вам настал. Да его сразу подвешивают там. Ну вот Иона должен пойти туда. Но что он делает? Он убегает. Он не хочет туда идти. Почему он не хочет? Почему он бежит? Почему он не хочет исполнить Божье призвание? Потому что он знает, что Господь настолько великий. И если Иона будет проповедовать, они покаются. Они покаются и Господь их не уничтожит. А если Он их не уничтожит, то они уничтожат Израиль. И это то, что произошло. После покаяния Неневии восстал их Ницай и пришел и забрал весь Израиль в плен. Была война и многие погибли. Иона видел это наперед. И он говорит, я, Иона, я готов сам умереть, но чтобы Израиль был спасен. Я буду убегать. Я не хочу. Я буду наказан Господом за свой народ. Вот оно свидетельство Ионы. Ишу говорит, я готов быть наказан за свой народ. Я готов пойти и умереть, как Иона был готов. Чтобы мой народ, чтобы все люди были спасены. Это вот первый пункт. Как Иона являлся свидетельством. Как он был готов умереть. Убежать от Бога и получить наказание. Так и делает Машиах. Он готов принять вот эту участь. Чтобы Израиль был спасен. Второе. Он приходит туда и начинает проповедовать. Как я уже сказал, это было совсем нелегко. И он делает это без всякого желания. Через 40 дней Господь уничтожит Неневию. Ничего особенного. Но все почему-то покаялись. Почему-то Господь коснулся их. И он говорит, Неневия покаялась. Вот это знамение должно быть для вас очень явным. Потому что я проповедую здесь вам. Ишу говорит фарисеев. Я вам проповедую что-то большее. Не просто покаяние. Но что-то, что касается вашей дальнейшей жизни. Что-то, что касается будущего. Здесь перед вами стоит тот, который явил вам знамение. Который намного больше простого пророка Ионы. И он говорит, вот это вот моя проповедь. Она уже является для вас знамением. Но есть еще и третье. Как Иона был в чреве кита. Три дня и три ночи. Так же будет и сын человеческий. И мы знаем, что Иона, когда находился в ките. Он в один момент возвал и говорит, Господь, я больше не могу. Спаси меня. Я пойду исполню то, что ты хочешь. Мне тяжело здесь находиться. Можно увидеть в молитве Ионе его страдания. Если сказать человеку, то есть нашей логикой мы вообще не понимаем. Как кто-то мог находиться внутри кита три дня и три ночи. И потом еще вылезти. И пойти и что-то дальше делать. Иногда это не укладывается. Но Божье Слово, оно есть Божье Слово. И вот в конце своей молитвы Иона взывает и говорит, потому что я знаю, что у Господа спасение. Ле-Дунай Ишуа. Это тоже своего рода намек на нашего спасителя Ишуа. Потому что именно через него происходит вот это вот спасение. И Ишуа написано, что на третий день воскрес. И Он ученикам часто об этом говорил. Что я иду и буду погребен, и буду убитый, и буду унижен. Но я восстану. И вот это вот является самым сильным свидетельством. Как Иона. Несмотря ни на какое логическое объяснение. Он смог вылезти из кита. И жил, и действовал. То же самое и Мессия. На третий день воскрес. И был явлен многим людям. И был за свидетельством, что Он воскрес. Явил Себя. Это являлось самым большим и сильным свидетельством. То, что Он не просто воскрес временно. Но и живет до сих пор. Это не то, что Он воскрес и через несколько дней умер. Или через несколько лет. Но то, что после своего воскресения. Он находится и до сих пор сейчас. Со своим небесным Отцом. И Он жив. Это было самое сильное свидетельство. Потому что не было такого раньше никогда. Которое также доказывало. О том, что Он есть в Машиах. Сын Божий. Мессия. У Которого есть помазание и права. И вот вопрос. Каждому из нас. Такой же вопрос стоял перед Шимоном. Перед Петром. За кого вы считаете меня? Этот вопрос актуален до сегодняшних дней. Этот вопрос часто звучит в наших ушах. И не все находят на его ответ. За кого мы почитаем? И шо? Является ли Он Мессией? Или Он является обычным человеком? Он много чего явил. Он много чего показал. Но этот ответ и выбор. Он зависит от каждого из нас. Он зависит. Хотим мы ли этого? Хотим мы ли принять это и идти за Господом? Или мы хотим отвернуться? И просто закрыть наши глаза. на то явное, что происходит в нашей жизни. Я хочу на этом закончить и помолиться. Давайте мы все встанем. Халилюя Господь! Ты наш Бог! И Ты послал нам Ишуа, Мессию. Ты обещал это народу своему. И сказал, что через него придет свет. И многие люди будут оправданы. Боже, Ты каждый день творишь в нашей жизни что-то особенное. Но мы часто не замечаем этого, потому что не хотим замечать. Или намеренно не хотим обращать на это внимание. Боже, я прошу Тебя, помоги нам увидеть Твою руку. Помоги нам определиться и сделать выбор. Помоги нам принять решение. Ты видишь наши сердца, Господь. И Ты знаешь, куда мы двигаемся. Мы просим, помоги нам увидеть, как увидел Шимон, что Ты есть Машиах бен Айлуим. И Ты сказал, Ишуа, что не плоти кровь открыли нам глаза, но Отец, сущий на небесах. Отец, мы просим Тебя, открой-то нам. Открой-то каждому, который еще не видит. Может быть, у него есть желание, но он не может понять и вразуметь. Боже, дай это понимание. Мы просим Тебя. Мы благодарим Тебя за Ишуа, который явил на себя во всей славе, который был помазан и который предал себя ради Израиля, ради каждого человека и ради каждого из нас. Мы благодарим Тебя за него, Боже, за то, что в нем мы имеем жизнь вечную. Спасибо Тебе, Отец. Во имя Ишуа. Аминь. Даруй Твой шалом, Господь. И благослови всех нас и в следующую неделю, которая будет. Во имя Ишуа. И все скажут Аминь. Шавуа то всем. И до встречи в следующий раз.